С 1 сентября Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области переименовано в Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области. С чем связаны переименования и вообще о работе министерства мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Об этом нам расскажет Гульнара Эсфановна Рахматулина, министр природных ресурсов Ульяновской области. Доброе утро. Доброе утро. Так с чем же связано переименование? В первую очередь это с приведением в единообразие. Министерство природных ресурсов Ульяновской области до 2020 года занималось полномочиями по работе с региональными операторами, по обращению с твердыми коммунальными отходами и формирование и внедрение общей работы с твердыми коммунальными отходами. А мы знаем, что одно из ключевых направлений данной работы – это вовлечение вторичных отходов в глубокую переработку. То есть так называемая цикличная экономика. С августа 2020 года данные полномочия переданы в Министерство ЖКХ, поэтому слово «цикличное» переходит в другое ведомство. Министерство природных ресурсов Ульяновской области продолжает заниматься работами по ведению лесного хозяйства, по работе с недропользователями. Также мы продолжаем работу и усиливаемся в части экологического надзора, заводными ресурсами, биологическими ресурсами, за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха, работы в части патрулирования и предупреждения возникновения лесных пожаров. Работа непочатый край, судя по всему, потому что летом у нас было много лесных пожаров, сейчас наступила осень уже. Но тем не менее, какова ситуация сейчас у нас? Да, согласна с вами, что наступила осень, но класс пожарной опасности у нас до сих пор пятый, высокий класс пожарной опасности. В соответствии с этим у нас продолжается ограничение на посещение лесов Ульяновской области. Запрещено разведение костров, сжигание порубочных остатков на территории Государственного лесного фонда Ульяновской области. Какие-то штрафы за это предусмотрены, наверное, или каким образом вы регулируете? Ну, в первую очередь, благодаря реализации национального проекта экологии, федерального проекта сохранения лесов, на сегодняшний день Ульяновская область, а именно подведомственная сеть Министерства природных ресурсов Ульяновской области, полностью на 100% оснащена необходимым оборудованием и транспортом для предупреждения и, конечно, ликвидации возникновения лесных пожаров. Основная наша работа на сегодняшний день – это патрулирование территории Государственного лесного фонда, сотрудника Министерства природных ресурсов и также арендаторов. А мы понимаем и знаем, что практически 85% лесного фонда Ульяновской области находится в аренде. С начала лесопожарного сезона на территории области ликвидировано 22 лесных пожара, общей площадью более 70 гектар. Хочу сказать, что все пожары, за исключением крайнего пожара, который произошел на территории Меликесского района, были ликвидированы в первые сутки. Это говорит о том, что наша служба на 100% готова к сезону. Меликесский пожар мы ликвидировали на вторые сутки. Принимало участие более 100 человек. Общая площадь, предварительная общая площадь, это 45 гектар. И хочу отметить и, наверное, сказать огромное спасибо и сотрудникам Министерства природных ресурсов, сотрудникам спасателей и МЧС, муниципальному образованию, арендатору. Был пожар очень сложный в связи с тем, что болотистая местность и практически для техники нам приходилось вручную вырубать дорогу, проход, чтобы подойти именно к очагу и ликвидировать на месте. А причина пожара была в стране? Причина, да. Одна из причин на сегодняшний день. Нами была обнаружена, назовем ее площадку, где находилась пила, костерок и палатка. Скорее всего, это браконьеры. Но сейчас работает следственная группа, поэтому я думаю, что в ближайшее время нам дадут ответ именно о причине возникновения. Но в первые сутки и вторые сутки также с нами параллельно работала служба гидромета. Мы отбирали воздух в городе Димитровграде, потому что дым распространился частично. Высоких показателей не зафиксировано. Угрозы здоровья населения также не было. Но помимо контроля за пожарной опасной ситуацией в лесах, также идут обустройства родников Ульяновской области. Какие родники уже благоустроены и как объектам попасть в эту программу? Это, наверное, одна из самых добрых программ. Я ее так называю в нашей программе охраны окружающей среды благоустройства родников. В текущем 2022 году нами благоустроено будет 23 родника на территории Ульяновской области. А как показывает практика, каждый родник практически является иногда единственным источником питьевого водоснабжения на территории того-либо иного муниципального образования. Так, например, в прошлом году практически во многих муниципальных образованиях, а мы знаем, что было достаточно жаркое лето, нашими родниками пользовались. Так вот, в этом году программа продолжается. Повторюсь, 23 родника, общий объем финансирования 2 миллиона. Муниципальные образования активно включились. Уже муниципальные образования Сурского района, Цельнинского района, Меликесского, Старые Кулатки завершили свои работы, и жители пользуются данными благоустроенными объектами. Процедура простая. Любой житель направляет свою заявку в администрацию муниципального образования. Муниципалитет собирает определенный пакет документов, но самый главный документ – это наличие санитарно-эпидемиологического заключения на воду. Повторюсь, этот родник иногда является единственным источником водоснабжения. Мы включаем заявку в реестр, и в рамках формирования бюджета на 2023 и плановые 2024-2025 годы, а сейчас вы знаете, что идет большая, серьезная работа по формированию бюджета, мы включаем финансовую потребность, и на следующий год также продолжаем заключать соглашение и приступать к работе по благоустройству родников. Получается волноваться жителям, к примеру, если в селе есть как раз родник, но он не благоустроен, что эта программа завершится в этом году, не стоит, и она будет продолжаться. Программа продолжается, на следующий год мы предполагаем заложить уже не 2 миллиона, а 8 миллионов рублей, поэтому сейчас муниципальное образование активно направляют заявки, сотрудники министерства проверяют заявки, мы формируем реестр на следующий год. А какое-то число есть, конечно, до какого числа нужно подать заявку? До 1 ноября. До 1 ноября. То есть те, кто хотят попросить в программу следующего года, должны успеть до 1 ноября. Надеюсь, все услышали эту информацию, да, потому что вам благодарственные письма тоже приходят, да, наверное, все-таки вот для стольких людей все это делается. Ну, я повторюсь, что это одна из самых добрых программ, мы ее очень любим, потому что понимаем, что родник иногда это одно из самых таких, наверное, ярко посещаемых мест, и некоторые родники даже посещаются жителями города Ульяновска. Вот если затронуть проблемный вопрос с экологической обстановкой в Муловке, там жители просили восстановить пруд Красотка, да? Каково, как, как, так дела? Да, это, ну, такой долгий уже достаточно вопрос, который, ну, наконец-то мы, наверное, видим уже свет в конце туннеля. Замечательно. В текущем году разработана дорожная карта, над которой в том числе контроль ведет общественная палата Ульяновской области. Согласно дорожной карте, завод Гиппократ взял на себя обязанности по рекультивации пруда Красотка. В десятых числах августа они приступили к работе. Сейчас проводится работа по срезу всей растительности, которая за эти несколько лет, естественно, выросла. И следующий этап – это выемка того загрязненного грунта, который образовался в процессе разрушения барда-хранилища. И в далеком семнадцатом году эта барда попала в пруд Красотка. Я думаю, что на следующий год мы уже летом будем видеть новый пруд Красотка, на который, опять-таки, вернутся лебеди. Кроме того, заводом проводится работа по рекультивации барда-хранилища. На текущий год заявлено два барда-хранилища, и работа продолжается. И также завод на себя взял обязательства по строительству очистных сооружений. Также разработана проектно-сметная документация, и сейчас как раз идет прокладка трубопровода к старым очистным сооружениям, которые в последующем будут уже и перейдут на строительство новых очистных сооружений. Но мы со своей стороны не закончили мониторинг водного объекта, пруд фабричный. Также в случае жалоб жителей мы выезжаем, отбираем пробы воды. И в случае, если мы фиксируем превышение, то мы также возбуждаем административное дело и привлекаем виновное лицо к ответственности. Либо в рамках судебных разбирательств будем требовать приостановления сброса воды в водный объект. Пока, в общем, все идет по плану. Вы все это продолжаете контролировать. Вы все видите, что все хорошо. Да, на сегодняшний день мы видим, что работы начаты и работы, согласно дорожной карте, ведутся. А там дальше будет уже видно, согласно плану. Расскажите, пожалуйста, а какова ситуация с Юрманским заливом? На каком этапе сейчас работы? Да, в текущем году мы приступили к экологической реабилитации Юрманского залива. Более 10 лет мы шли к этому проекту. Хочу напомнить зрителям и жителям Ульяновской области, что финансирование осуществляется как проектно-сметных работ и также самих непосредственно работ за счет федерального бюджета. Общий объем финансирования 100 миллионов рублей. На сегодняшний день подрядчикам выполнено порядка 40% общего объема работ, заявленных в государственном контракте. Контракт двухгодичный, поэтому на следующий год жители Юрманского залива будут наслаждаться чистым берегом и чистым дном. Кроме того, поступало много обращений от жителей Юрманского залива о продолжении работы. Здесь я хочу уже сказать точно, что нас услышал федеральный центр и будут продолжены работы по расчистке следующей территории Юрманского залива в следующем году. Кроме того, нам одобрили заявку по экологической реабилитации Ивановского залива. Здесь на сегодняшний день проходят работы по разработке проектно-сметной документации также за счет федерального бюджета. И в следующем году мы планируем приступить непосредственно к экологической реабилитации Ивановского залива. Работы включают в себя следующие этапы. Это срез всей растительности, а мы знаем, что практически все берега залива зарощены камышом. То есть идет уборка всей растительности и будут проведены также, как и на Юрманском заливе, работы по изыманию ила. То есть это нам обеспечит и проточность, и, как обещают подрядные организации, увеличится количество рыбы в данных заливах. В перспективе у нас работы на территории города Ульяновска, река Свияго. Также проект проходит сейчас экспертизу. И первые 9,5 километров от улицы Шолмова до Минаевского моста мы начнем работы по экологической реабилитации, уборке всей растительности, ну и, конечно, дно углубительной с выемкой того ила, который многие-многие годы накапливался на дни реки. То есть там тоже рыбы будет больше? Там будет много рыбы, и я думаю, что наша Свияго будет радовать нас и жителей Ульяновской области. Там купаться можно будет, правильно? Конечно. Потому что все это будет облагоустроено. Прекрасные новости к следующему лету, да? Да, к следующему лету, да, мы планируем. А вот вы сказали про леса еще, вот хотела вернуться на минутку. А какие еще работы ведутся в лесах? Ежегодно мы проводим работы по лесовосстановлению в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Два этапа лесовосстановительных работ – это весенний и осенний период, и Минприрода Ульяновской области второй год подряд перевыполнила показатели более чем на 113%. Нас в текущем году даже поощрили письмом на имя губернатора, руководителя Рослескова. Поздравляем вас с такой замечательной работы, благотворной. Отметила нас как передовиков. Поэтому эту работу мы продолжаем и приглашаем жителей Ульяновской области присоединиться к осенней акции «Сохраним лес», которая проходит на территории всей Ульяновской области. Милости просим. А когда эта акция будет проходить? Данная акция, планируем, что будет начата в второй половине сентября, когда восстановится уже комфортная температурная погода для проведения работ. Погода, думаю, становится очень быстро, потому что прям холодает каждым днём. Для лесного хозяйства сегодняшняя погода – это благо. Ну, замечательно. Предлагаю завершить наш разговор на этой прекрасной положительной ноте. И напомните ещё раз, что у нас сегодня в гостях. У нас в гостях была Гульнара Исфатовна Рахматулина, министр природных ресурсов Ульяновской области. Хорошего вам дня. Взаимно. Луна Рахматулина, министр природных ресурсов Ульяновской области. Продолжение следует...